Твои Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры. Сегодня в том чтении, которое мы слышали из Евангелия, Спаситель сказал речью о богатом лазере. Вы, наверное, хорошо знаете, и знаете ее смысл. И вот богатый в аду просит Аврааму лазеря к своим братьям, Чтобы они, увидев его, явившегося из мертвых, Покаялись бы и не пришли на то же место, где он был сам. Но Авраам отказывает ему в этом. Почему Авраам отказывает в такой просьбе этому человеку? И почему этот человек сам думает, что это может помочь его братьям? Казалось бы, почему бы они не покаялись, Когда они увидели бы, удивились, Может быть, даже были до какой-то степени Тронуты, поражены таким явлением Этого умершего лазеря. Но вот Авраам отказывает. Он говорит, у них есть пророки, Пророк Моисей. Если они его не слушают, То они не послушают у мертвого лазеря. Почему так? Когда Спаситель был распят на кресте, Подобные слова, Что-то подобное сказали, говорили фарисеи и книжники. Они сказали, Сойди со креста теперь, И мы в тебя уверуем. Чем эти слова похожи на слова богатых? Они тоже ожидали какого-то удивительного зрелища. Они как бы говорили, Вот теперь ты удиви нас, Покажи такое знамение великое, Особенно. Не простые там исцеления, А что-то такое зрелище. Чтобы мы удивились И были поражены таким явлением, Вот тогда мы себе поверим. То же самое ожидал и душа богатого человека в аду. Он ожидал, что его братья будут поражены, Удивлены явлением умешивого лазера. Но Абрам знал, Как и Бог знает, Что такие явления на них и подействуют. Так же, как и не подействовали бы такие явления на фарисеи и книжниках. Были явления даны. Так были даны пророки, Которые пророчествовали и предсказывали, И являли людям волю Божию. Так же были явления, Которые происходили во время распятия Христова. Но были ли они на пользу тем, Кто не имели веры? Каялись ли те люди, Которые распяли Спасителя, Когда Он был на кресте? Когда они увидели тьму по всей земле? Или когда земля потряслась? Таким же образом и братья этого богатого человека Не покаялись бы и не обратились От явления мертвого лазера. Наоборот, для них это было бы скорее Забавным событием, О котором можно было бы посмеяться, О котором можно было бы поговорить с друзьями. Таким образом не принесло бы им это пользы. Но часто мы тоже так же думаем. Мы часто ожидаем, Что Бог должен сделать что-то великое и особенное, Чтобы нас привести к Нему. Мы ожидаем таких особенных чудес, Какого-то особенного события. Есть такая пословица в России, Что пока гром не грянет, Мужик не перекрестит. И в этой пословице есть своя правда. Люди ожидают чего-то особенного. Простяло Бога помощи Не в том, что им только нужно, Но как бы они сами представляли, Бог им должен был бы помочь. Вот если им Бог не помогает так, Как они этого просят, Тогда им эта помощь неинтересна и не нужна. В этой притче, которую мы слышали, Бог указывает на то, Что Он Сам дает. Те источники знаний Его, Его воли, Которые нам нужны вначале. И они, может быть, кажутся незначительными. Но именно эти источники знаний Дают нам сделать первый шаг на пути к Богу. И дают возможность вначале только поверить. Мы ищем таких великих знамений, Которые бы заставили нас во что-то поверить. Но Бог указывает, Что Он не хочет нас заставлять. В нашей жизни мы часто заставляем себя, Или наша реальность заставляет нас что-то делать. Например, когда мы испытываем голод, Мы соглашаемся, что мы должны поесть, Чтобы не ослабеть и не уберечь голод. Когда мы чувствуем холод, Мы соглашаемся, что мы должны себя во что-то одеть. Когда мы чувствуем какую-то другую нужду, боль, Или какая-то постигает у нас болезнь. Когда мы соглашаемся, что нам нужно принять лекарство. Если мы чувствуем духовную голод, Мы соглашаемся, что мы должны прийти в храм. Иными словами, все вот эти Чувства, которые мы испытываем, Они нас заставляют прийти или что-то сделать. Но Бог не хочет нас заставлять. Мы привыкли, что нас что-то заставят прийти в храм, Или что-то нас заставят утовиться, И исполнить какую-то обязанность. Но Бог, в конце концов, хочет, чтобы наша духовная жизнь И наше устремление к Нему Исходило бы из доброй воли. Чтобы нас не что-то заставляло. Конечно, часто уму приходится, И Он выпускает для нас бедствие, болезнь, Чтобы нас хоть как-то привести в храм. Но, в конце концов, хорошо бы было бы, Если бы мы из любви к Нему Сами бы хотели прийти и исполнить Его волю. Вот для этого Он дает нам такие источники. Например, пророки. Как, например, пророк Моисей. Через них Он указывает свою волю. Что нам нужно делать. Не какое-то великое особенное знамение. Не какое-то великое особое чудо. Хотя и такие тоже бывали. И все было на пользу. Но в большинстве случаев теперь, в наше время, Таких особенных знамений нет. Нет их таких тоже святых, Которые бы расслаблялись великими чудесами. Были они в истории раньше, но теперь их нет. Но вот есть источники, которые не совсем они открыты, но и не совсем они спрятаны. Не нужно нам ходить в лес. Не нужно нам куда-то ехать далеко. Где-то чего-то искать, откапывать. Есть эти книги. Есть люди, которые можно прийти и спросить. Было бы желание. Но желания нет. Вот потому что желания нет. Господь видит, что и не полезно нам посылать таких чудес, Которые бы нас только позабавили. Которые бы нас дали возможность поговорить с друзьями. Но ожидает от нас пользы. Ожидает, что нам принесет пользу то, что есть уже дано нам. Таким образом, когда мы сделаем первый слабый шаг, Будь то откроем какую-то книгу, Задумаемся просто о том, что есть полезно для нас. И что угодно Богу. И что Он не какая-то безликая сила. Но что Он личность, как человек, который что-то от нас ждет. Так и Бог чего-то от нас ждет. И тогда, сделая эти первые шаги, Мы с Божьей помощью можем прийти и к нашему моменту спасения И прославить Господа нашего Иисуса Христа Соотцем и Святым Духом во веки. Аминь.